Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет важнейший сравнительный тест 2021 года новая Creta против нового Duster Про каждый из этих кроссоверов у нас есть отдельный ролик, где я подробно рассказал обо всех изменениях относительно предыдущего поколения и обо всех технических нюансах Вкратце напомню, что у Creta начинка, считайте, не изменилась Здесь старые моторы и прежние коробки передач, но, как вы видите, изменился дизайн Плюс стало богаче оснащение А вот у Duster, наоборот, произошла небольшая революция, потому что здесь теперь турбомотор и вариатор Но, тем не менее, это самые что ни на есть прямые конкуренты И каждый из них очень-очень хочет отобрать клиентов и покупателей друг у друга Поэтому сегодня, вот в этом подробном сравнении, мы разберемся, что вы приобретаете, а что теряете при выборе Creta или Duster Сейчас будет наша полноценная программа Мы внимательно посмотрим на эти автомобили в статике Кто из них практичнее и удобнее Заглянем в салон, сравним задние места и багажники А затем будет издовая часть Мы проведем замеры, прокатимся на этих кроссоверах как по асфальту, так и по бездорожью Посмотрим, у кого комфортнее подвеска И, естественно, сравним работу полного привода В общем, как всегда, будет максимально информативно, полезно и интересно И прежде чем я начну, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал И поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие тесты Итак, поехали! Сразу начинаем с техники Базовый мотор 1.6 на Creta вообще никак не изменился А вот с двухлитровым мотором все не так однозначно Корейцы заявляли, что здесь будет стоять прежний двигатель с индексом G4NA Но, как оказалось, здесь сейчас стоит более современный агрегат G4NL Точно такой же, как и на новой Elantra Естественно, это, как и раньше, атмосферник с обычным распределенным впрыском Но степень сжатия увеличена до 10,8 с 10,3 Кроме того, здесь стоят более сложные фазовращатели Электронно-управляемый термостат и масляный насос переменной производительности Хотя по цифрам все абсолютно то же самое И выдает этот мотор, как и раньше, 150 сил и 191 ньютон-метр Коробка передачи у Creta это классический шестиступенчатый автомат А полный привод с прежней электрогидравлической муфтой У Duster двигатель 1.3 turbo с непосредственным впрыском 150 сил и 250 ньютон-метров В паре с этим мотором идет вариатор от Arkana Но он чуть-чуть перенастроен, чтобы быть более выносливым на бездорожье А полный привод здесь, естественно, тоже с муфтой Но не с электрогидравлической, а с электромагнитной По геометрической проходимости Creta Duster, конечно же, проигрывает По моим измерениям, дорожный просвет здесь под металлической защитой Которой, напомню, с завода не ставится Составляет 18,5 сантиметров И, кстати, нигде в официальных характеристиках Корейцы не приводят углы въезда и съезда Но я их тоже померил Спереди получается 19 градусов, сзади 29 И это точно так же, как и у Creta предыдущего поколения Хотя на первый взгляд кажется, что передний бампер стал массивнее У Duster защита, напомню, ставится с завода И вот под ней я намерил аж 21,5 сантиметр Очень неплохая цифра Ну и по углам въезда-съезда Duster на другом уровне По сравнению с Creta Здесь спереди 31 градус, а сзади 33 Плюс у Duster есть штатная защита тормозных и топливных магистралей Но с точки зрения обычной городской эксплуатации Мне кажется, что Creta это более удобный и более практичный автомобиль Потому что здесь, например, есть омыватель камеры заднего вида Здесь вот такие удобные ручки под естественный хват Тогда как у Duster они, считайте, остались прежними, менее удобными Кроме того, у Creta есть недоступный для Duster бесключевой доступ И еще посмотрите на пороги У Duster они шире, поэтому здесь больше шансов испачкать брюки при посадке Плюс у Creta есть электропривод складывания зеркал А в максимальной комплектации будут передние парктроники и система контроля слепых зон А вот в такой самой дорогой спецверсии Smart есть еще и полноценный набор водительских ассистентов В том числе система экстренного торможения и адаптивный круиз И кроме того, у Creta есть достаточно эффективные светодиодные фары А у Duster только галогенки Теперь про цены Полноприводная двухлитровая Creta начинается с комплектации Lifestyle И в ней уже идет довольно неплохой набор опций Но сейчас за такую машину придется отдать 1.8, а то и все 2 миллиона рублей Duster 1.3 Turbo с вариатором и полным приводом даже в топовой комплектации будет дешевле 1.7-1.8 миллиона И если сравнить оснащение вот этого топового Duster с Creta Lifestyle То у корейца будет, как я уже говорил, бесключевой доступ LED-фары, электропривод складывания зеркал Плюс электрорегулировка водительского сидения Цифровая приборка, беспроводная зарядка и некоторые другие опции Друзья, если сейчас вы планируете покупку новой Creta, нового Duster или какого-то другого автомобиля То заходите на сайт autospot.ru Вот в этой непростой ситуации на автомобильном рынке Там можно найти машины из наличия и с минимальным количеством допов И кроме того, не забывайте, что через Autospot можно записаться на плановое ТО со скидкой Все ссылочки будут в описании По объему багажника эти кроссоверы очень близки У Duster заявленная цифра 428 литров, у Creta 433 Но у Duster на 10 сантиметров больше погрузочная высота И багажник у Creta отделан более аккуратно Здесь под полом 17-дюймовая полноразмерная запаска А здесь, несмотря на штатные семнашки, обычная 16-дюймовая запаска на стальном диске Теперь задние места, начинаем с Creta По сравнению с предыдущим поколением здесь практически не изменился запас пространства Места перед коленями по-прежнему не очень много Но сидеть, в принципе, достаточно удобно В дорогих комплектациях есть подогрев заднего дивана Появился зарядный USB-разъем И, наконец-то, у Creta есть подлокотник с подстаканниками Несмотря на то, что колесная база у Duster на 6 сантиметров больше, чем у Creta Сзади здесь чуть теснее по всем направлениям А снизу ноги практически упираются в переднее кресло Да и сама посадка далеко не такая удобная, как в Creta По оснащению здесь тоже есть подогрев дивана Пара зарядных USB-разъемов А вот подлокотника сзади в Duster нету Про интерьер новой Creta и про то, как он отличается в зависимости от комплектации Я уже рассказывал в нашем отдельном ролике Поэтому сейчас про основные моменты Посадка за рулем здесь удобная Кресло неплохое, у него удачный профиль и плотная набивка Плюс есть электрическая регулировка поясничной опоры В общем-то, к эргономике вопросов нет Плюс обзорность у Creta хорошая Достаточно тоненькие стойки и крупные зеркала Ну и, конечно, по корейской традиции Все клавиши здесь расположены логично Достаточное количество зарядных разъемов Есть места под мелкие вещи В общем, с этим никаких проблем По качеству и по уровню исполнения Никакого особого прорыва здесь не произошло По-прежнему в Creta много жесткого пластика И есть какая-то откровенная экономия Вроде единственного автоматического стеклоподъемника И вот этого неподсвеченного блока клавиш на водительской двери Но зато по дизайну здесь стало все поинтереснее Хотя кое в чем корейцы даже переборщили Например, вся вот эта центральная часть Целиком состоит из глянцевого рояльного лака А вот эта приборка с 7-дюймовым дисплеем И крохотным тахометром Смотрится откровенно по-китайски У Creta теперь более симпатичный блок климата Есть электромеханический ручник С функцией Auto Hold А 8-дюймовая мультимедийка Ставится уже в базовой комплектации А в топовой комплектации Prestige И в нашей спецверсии Smart Стоит 10-дюймовая мультимедийка Hyundai Последнего поколения В принципе, она точно такая же Как, например, на последней Elantra и на новом Tucson Но иконки здесь сделаны как-то более аккуратно И более симпатично В остальном, все хорошо знакомо Понятный и привычный интерфейс Со всем можно легко разобраться Естественно, есть Apple CarPlay и Android Auto И что мне особенно нравится Очень качественная картинка с камер кругового обзора Напомню, что в новом Duster появилась регулировка руля по вылету И более адекватная эргономика Но она все равно не дотягивает до креты Во-первых, диапазон продольной регулировки Поменьше и кресло заметно проще Здесь короче подушка Само креслица гораздо мягче И, несмотря на полностью выдвинутую вперед поясничную опору Спина заметно проваливается И, кроме того, подголовник слишком сильно сдвинут вперед Еще у Duster похуже обзорность Здесь более узкое лобовое стекло Массивное основание передних стоек И чуть поменьше зеркала В общем, вот по этим базовым и очень важным вещам Duster проигрывает В целом, этот интерьер, наверное, смотрится попроще, чем в Крете Здесь такие рубленые, достаточно простые формы По качеству пластика Но это примерно тот же бюджетный уровень Но есть и достаточно симпатичные решения Например, аккуратные подрулевые рычажки Неплохо выглядящий руль И очень удачный блок климат-контроля Но сам климат-контроль работает странно Здесь аж 8 скоростей у вентилятора Но уже на третий он очень сильно шумит Приборка у Duster, как и у Креты, на любителя Здесь, во-первых, нечетная оцифровка на спидометре То есть 30, 50, 70 и так далее А во-вторых, на самих шкалах слишком много мелких делений Ну а главный косяк и главный ужас этого интерьера Это мультимедийная система Если с этим достаточно запутанным и ненаглядным интерфейсом Еще хоть как-то можно мириться То быстродействие здесь ужасное Постоянно эта система подтормаживает, задумывается и тупит При переходе из одного меню в другое Кроме того, здесь нет нормальной физической крутилки регулировки громкости А картинка с камер кругового обзора хуже, чем в Крете В общем, срочно нужно с этим что-то делать И ставить сюда нормальную мультимедийку Итак, начинаем замеры Креты Для начала старт с одной педали Выбран режим спорт и коробка в S Поехали Напомню, что заявленный разгон здесь не изменился 11,3 секунды Громко работает мотор 11,4 Практически сразу на паспорт, да еще и с одной педали А сейчас с двух педалей С двух тысяч оборотов старт 11 секунд ровно Ну что ж, вы знаете, по-моему, эта машинка раскатилась Потому что в нашем первом тесте Одиночном Эта Крета ехала более медленно Теперь эластичность Кондиционер включен 80-120 в обычном режиме Держим примерно 78 И газ в пол Неплохо коробка реагирует на кикдаун Посмотрим на цифры 8,1 И еще раз 80-120 7,9 В общем-то, на ходу к этому силовому агрегату У меня нет особых претензий Я помню, как вяло ехала Elantra Вот с этим новым мотором G4NL Там были очень задемпфированные отклики на газ Машина откровенно тупила Но здесь ничего подобного нет Хорошая адекватная настройка В лучших традициях корейцев Вот ровно так, как ты нажал на газ Так машина и поехала Автомат логично и шустро переходит вниз по передачам Причем неважно, на одну или на несколько Например, в ответ на кикдаун Меня смущает только вибронагруженность Этого силового агрегата Потому что в режиме драйв на холостом ходу Здесь есть ощутимые вибрации Ты чувствуешь их и на руле, и на сидении Причем они настолько явные Что даже видно, как трясутся боковые зеркала В остальном, вы меня, считайте, нет замечаний К тому, как едет Крета и как здесь все настроено Тормоза неплохие, а управляется Крета достаточно собрано и точно Пусть усилие на руле слегка синтетическое Но с машиной ты моментально находишь общий язык И просто едешь Да, без особого азарта, без какого-то изысканного удовольствия Но зато надежно, понятно и безопасно Приятно, что с переходом на новое поколение Подвеска у Креты не стала жестче В целом, можно даже сказать, что настроена она благородно И особенно здорово эта машина подходит для города Потому что она отлично растворяет все мелкие неровности Не пинается на продавленных люках И мягко проходит даже самые грубые стыки По стандартной такой, можно сказать, дачной грунтовке Крета едет очень мягенько Мне прям нравится, как она разглаживает все мелкие неровности Никаких грубых тачков в салоне нет Все очень, можно сказать, благородно Но когда начинаются какие-то более серьезные препятствия Впадины, подбросы То здесь уже, да, чувствуется, что подвески не хватает энергоемкости Что это все-таки именно легковой кроссовер Начинается и определенная раскачка И какие-то намеки на пробои А может быть и сами пробои, если совсем уж переборщить с темпом Я не могу сказать, что эта подвеска ощущается какой-то расхлябанной Нет, это вполне нормальный уровень Но совсем уж сломя голову мчать по разбитой дороге Здесь не получится Плюс шумоизоляция стала чуть лучше Хотя здесь все-таки по-прежнему такой корейский характер Акустического комфорта Потому что мотор довольно громко работает на разгоне А на скорости основной источник шума Это шелест из колесных арок Но тем не менее, я не могу сказать, что по шумоизоляции Новая Крета меня как-то раздражает И в итоге получается вполне сбалансированный Понятный и удобный автомобиль Хотя и ничем не запоминающийся И без какой-либо изюминки Давайте теперь посмотрим, чем ответит Дастер Здесь заявленный разгон 10,4 Посмотрим, сколько получится на деле Сначала с одной педали Вялый рывок с места Гораздо более спокойный, чем на Крете Потом была даже небольшая пробуксовка Вариатер имитирует фиксированные ступени 10,1 Сходу практически на секунду быстрее, чем Крета Теперь в две педали Старт примерно с 1800 оборотов в минуту Но дальше происходит что-то странное Машина зависает на максимальных оборотах И дальше ускоряться просто не хочет Может быть срабатывает какая-то температурная защита Я сделал несколько попыток С включенной системой стабилизации С выключенной в механическом режиме В обычном режиме D Не получается Не дает Дастер разогнаться с двух педалей Переходим к эластичности 80-120 Газ в пол Тоже хорошая реакция на кикдаун 7 секунд ровно И еще одна попытка 6,8 Дастер быстрее Креты и по цифрам и по ощущениям Если там ты просто едешь Динамика такая разумно достаточная А иногда ее вообще не хватает То здесь можно даже получить удовольствие От того, как везет этот тяговитый моторчик Он очень эластичный И малейшее нажатие на газ Сразу же приводит к такому ощутимому подпору в спину Даже с 2000 оборотов И при этом он работает гораздо тише Чем атмосферник на Крете Ну а уж если надавить на газ как следует То для своего класса Для своей ценовой категории Дастер едет прям бодро В принципе, в отличие от Креты У тебя здесь вообще не возникает никаких мыслей О недостаточной динамике И это здорово Управляемость у Дастера, конечно, попроще Она не такая собранная Крены побольше Реакции более спокойные Но при этом я не могу сказать Что усилие на руле здесь хуже, чем в Крете Нет, оно примерно с таким же налетом искусственности И, несмотря на это Машину ты здесь, в принципе, чувствуешь неплохо И, казалось бы, с таким вальяжным шасси Подвеска здесь должна быть однозначно комфортнее и мягче Но не тут-то было В городе, на первый взгляд, на самом деле все неплохо Дастер спокойно проезжает большинство неровностей Но эти положительные впечатления рассыпаются на первом же стыке Там подвеска отрабатывает гораздо грубее, чем на Крете И поскольку в городе вот таких всевозможных стыков предостаточно В таких условиях дастер, увы, не кажется комфортным автомобилем Зато эта длинноходная подвеска берет свое, когда ты съезжаешь с асфальта По стандартной дачной дороге дастер тоже едет очень комфортно Да, может быть, мелкие неровности он отрабатывает чуточку грубее по сравнению с Кретой Но это все равно тоже очень комфортный уровень А вот на более серьезных ямах дастер позволяет держать гораздо более высокий темп Здесь ты понимаешь, что у подвески намного больше запас хода И ты просто мчишь, не обращай внимания на все эти впадины и ямы И мне очень нравится, что на разбитых дорогах и направлениях дастер остался собой Да, может быть, в городе он стал чуточку жестче, но вот-вот она его стихия Классная подвеска, она позволяет держать, ну, практически раллийный темп По шумоизоляции здесь плюс-минус то же самое, что и на Крете Как я уже сказал, мотор здесь работает гораздо тише Возможно, чуть меньше шин проникает в салон Но при этом у дастера больше всевозможных аэродинамических шумов Небольшой тест на диагональное вывешивание Начинаем с Креты Едем в обычном режиме Муфту полного привода пока не блокируем Так, есть вывешивание Чуть-чуть подхрустывает электроника Особенно ее и не слышно Газ в пол сейчас не давлю Вот даже откатилась машина слегка, чуть-чуть рывками Приходит тяга Большой уверенности В полном приводе нет Теперь блокируем муфту полного привода И в том же месте с включенной системой стабилизации Вывесились Чуть поувереннее По-моему, получается двигаться Но все равно очень сильно задемпфирована педаль газа Тяга то пропадает, то нарастает Неудобно То есть ты не можешь точно дозировать тягу на колесах Сейчас у меня нажат газ в пол Вот, наконец-то мы поехали Снова газ в пол Чуть-чуть откатились и только потом поехали И теперь С заблокированной муфтой Но с отключенным трекшном Может быть так получится наиболее эффективный режим Посмотрим Есть вывешивание Вот, сейчас уже получше стало Да И слышно хруст электроники Да, вот сейчас хотя бы можно точно дозировать тягу Ну, в общем, друзья, знайте Что если вам на крете нужно преодолеть какое-либо серьезное препятствие То в первую очередь нужно заблокировать муфту полного привода И выключить трекшн А теперь переходим к дастеру Начинаем с самого простого Полный привод в автоматическом режиме Здесь, конечно, дастер будет сложнее вывесить Из-за того, что ход подвески больше Но попробуем Вывесился Малейшее нажатие на газ Все, сразу же электроника подхрустывает Гораздо легче дозировать тягу И все, мы выбираемся И еще разок В стандартном режиме Потихонечку, потихонечку Можно плавно двигаться Электроника позволяет А если просто надавить газ в пол, то Дастер берет и выезжает А теперь заблокируем муфту полного привода И пробуем еще раз Агрессивнее электроника заработала Да, несмотря на то, что здесь вариатор Связь по педали газа В дастере более линейная И более удобная Ну и, как видите, полный привод настроен эффективнее И когда муфта полного привода заблокирована Как на внедорожнике С заблокированным межносевым дифференциалом Здесь чувствуется, что Машина неохотно разворачивается В отличие от Креты Там таких ощущений не было Да, здесь гораздо отчетливее слышится Хруст электроники И мы просто выезжаем Газ в пол Все, поехали Хорошая тяга на колесах Без проблем А теперь давайте Испытаем полноприводные трансмиссии песком Наверное, это самый сложный для них режим Простите нас, пожалуйста, что уже стемнело Световой день короткий Но, тем не менее, мы хотим показать вам максимум Про эти машины И про то, как работает их полный привод Итак, начинаем с Креты Обычный режим Муфта полного привода не заблокирована Трекшн включен Поехали Здесь небольшой подъем из песка Пока едем Я специально еду в натяг Чтобы посмотреть Именно как работает трансмиссия Не перегревается ли она Заработала Система стабилизации Газ в пол Мы чуть-чуть уже здесь до этого побуксовали Поэтому Машинка закапывается в свою собственную колею Но выезжает И, кстати, я должен сказать, что в таком режиме Управление тягой И связь по педали газа Достаточно уверенная На Крете И еще разок Чуть-чуть по другой колее С заблокированной муфтой полного привода Вот, как видите, машине тяжело Но, тем не менее, она идет в натяг И постепенно Постепенно продвигается вперед Да, пусть медленно Но, тем не менее Тем не менее Пока никаких перегревов Тяжело, тяжело Ну, все Дальше мы уже, видимо, не поедем Давайте попробуем Выключить трекшн-контроль Продвигаемся Продвигаемся Есть Выехали Пересаживаюсь в Duster И начинаю с автоматического режима полного привода Встаю на исходную Старт Постепенно нажимаю на газ И Duster едет увереннее, чем Крета По ощущениям тяги на колесах больше И управлять ей можно точнее Пробуем еще раз в режиме авто По той же колее И легко выезжаем А теперь, чтобы усложнить задачу Смещаемся правее на нетронутый песок Тоже плавненько начинаем движение в натяг И посмотрите Duster снова едет увереннее Креты Колеса явно крутятся бодрее Загорелась Секунду Что у нас перегрев полный привод Где, где, где? На приборной панели Перегрев системы полного привода И, кстати, муфта Почему-то оказалась заблокирована В этот момент Хотя я ее не блокировал Спустя несколько секунд Надпись исчезла Я откатываюсь назад И пробую забраться наверх еще раз Специально плавно работаю газом Чтобы машине было тяжелее Связь по педали Здесь однозначно увереннее Duster едет и не закапывается Останавливаюсь Стартую И Duster выезжает Конечно, по-хорошему, чтобы избежать перегрева Муфту нужно было сразу заблокировать Но мы это сделаем только сейчас И немаловажный факт У Креты муфта не перегрелась Теперь едем в режиме лок А он хоть закапывается, я не пойму, или нет? Ну так он прет так потихонечку Что-то гребет, но не закапывается Я отпускаю и снова давлю на газ И, как видите, машина реагирует шустро и точно И обратите внимание, что в таких условиях У Duster, в отличие от Креты Интенсивно гребут обе оси В итоге, друзья, на мой взгляд В этом важном тесте Нет явного победителя Потому что, несмотря на то, что эти машины прямые конкуренты Они все-таки достаточно разные И само предназначение у них тоже разное Мой вывод такой Если вы собираетесь ездить в основном по городу То, наверное, стоит выбрать Крету Да, она дороже, но при этом для городской эксплуатации Она удобнее и лучше оснащена Но если вы собираетесь ездить не только по асфальту А по каким-то разбитым дорогам И время от времени выезжать на бездорожье То здесь однозначно Duster Это более универсальный автомобиль И немаловажный факт Он еще и более доступный И вообще, мне кажется, что за свои деньги Duster предлагает больше творчества на тему Как можно использовать свой личный автомобиль Друзья, на сегодня это все Большое вам спасибо за то, что посмотрели этот ролик Как всегда, прошу вас написать в комментариях Кому вы отдаете предпочтение вот в этом тесте Крете или Duster И, конечно, не забывайте подписываться на канал И ставьте колокольчик Потому что впереди вас ждет еще много интересных тестов До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»